Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С помощью возобновляемых источников энергии пингвины создают безопасную среду, искусственно понижая температуру вокруг себя. Они также освоили применение лекарственных трав и медикаментов для лечения различных заболеваний. В отличие от людей, пингвины живут в гармонии и единстве, избегая конфликтов и всегда поддерживают друг друга. Они весело проводят время в развлекательных местах, повышают уровень образованности, посещая школы и библиотеки, а также не забывают о духовных ценностях. Каждое поселение пингвинов подчиняется указам короля. Поселение с высшим рейтингом репутации получает титул короля Объединенного Королевства Пингвинов. Для защиты от врагов, таких как касатки и тюлени, пингвины научились строить оборонительные башни. Касатки обычно атакуют сооружения, которые находятся на побережье, тогда как тюлени стремятся добраться до хранилищ с едой. Вы готовы основать свое королевство пингвинов? Готовы! Поехали! Итак, выбираем уровень сложности. Нормальный. Количество пингвинов 13, изначально ресурсы нормально. Количество золота в наличии 1000. Скорость производства нормально. Тюлени вора нормально. Касатки нормально. Хорошо. Карта. Можно выбрать карту. Разную, да? Ну, давайте прямо с первой начнем, чё бы нет. Так, и профиль. Хм. Мы будем своими мировыми пингвинами, поэтому, наверное, вот такой оставим значок. Меня, в принципе, все остальное устраивает. Единственное, может быть, только... Не, ну, цвет красный будет сливаться некрасиво. Да, оставим тебе название. Угу. Нашего профиля. Ну, профиль у нас будет зар, как всегда. Поехали. Итак, добро пожаловать. Это отличное место для основания нового поселения. Сначала вам нужно обзавестись основными зданиями. Их можно размещать в любом порядке. Пожалуйста, нажмите на здание, чтобы выбрать его, а затем разместите. Вы можете размещать здание в любом удобном для вас порядке. Если вы захотите перемещать здание, просто выберите его снова. О, окей. Так, хижина строителя, склад, маленькие хранищие еды, аптека и сокровищница. Ну, для начала нужно нам, конечно же, хижина строителя. Как ни крутим. Так, вращать, по-моему, у нас на R, да. Так, в хижине строители пингвины ожидают на начало строительства. Хорошо. Поехали. Есть такое дело. То есть нам, по-любому, сначала надо построить все основное, да. Потом уже мы можем переходить к чему-то более новому. Ну, будем строить рядышком друг с другом. Склад. Конечно же, да. Хранилище еды. Так, сокровищница. Так, пусть так стоит. И аптека. Аптека очень здоровая. Так, а давайте мы вот так ее поставим. Поздравляем. Вы готовы основать свое поселение пингвинов. Удачи. Хорошо. Так, прошло сохранение. Давайте начать рабочих. Отлично. Так, пока пусть стоит на паузе у нас. Новое задание. Пингвины тоже испытывают чувство голода. Давайте срозаточимся на производстве пищи. Траловый комплекс. Станция, использующая сети для ловли креветок, рыбы и кальмаров. Так, траловый комплекс. Построить. Построить ветротурбину и произвести креветки. Если вы выполните задание вовремя, вам будет начислено 50 временных очков репутации за 12 месяцев. Окей. Так, ну траловый комплекс вообще без проблем. Так. Так, немножко сюда поставим. Вот. Нормально, да? Вот так нормально будет. И дорогу нам нужно еще по-любому поставить. Так, давайте еще поставим дорогу. Чтобы наши пингвины быстро бегали по этим дорожкам. Так, хорошо. И построить ветротурбину. Устройство вырабатывающих 300 за счет кинетической энергии ветра. Поставляет энергию зданиям поблизости. Плюс 2 продуктивности, производимым председанием в радиусе действия. Ну, нам надо построить здесь турбину, чтобы здесь все дело запитать. Поэтому будем строить именно ее здесь. Я даже думаю вот так вот поставить. Во. Плюс 2. А здесь, здесь там смысла никакого в этом нет. Все. И дорогу вот так еще провести. Отлично. Так, у нас здесь есть календарь, где группа тюленей будет на нас нападать. Здесь у нас будет ежегодная выплата за содержание. Счастье наших пингвинов 18,6. Образование 10. Золото уже достаточно потратили. И репутация. Можно ее поднять. Посмотреть подробнее пингвины-дети. За что у нас начисляется, да? У нас нет украшений, у нас нет охладителей, у нас нет общества. И для взрослых то же самое. Так, ну пока пусть строят. Нам нужно еще построить с вами дома. Жилье. Есть детский дом, он для маленьких пингвинят. Поэтому давайте первым делом, наверное, все-таки построим его. Так, тюлень-собака украл у нас с вами еду. Нам по-любому нужно готовиться к атаке. Сейчас мы построим с вами турбину. Здесь надо выбрать нам с вами креветки. Креветки уже есть. Хорошо. Так, пингвины строят. Хорошо. Сюда надо будет назначить рабочих. Все, рабочие пошли. Домик построили. Построили для наших пингвинят. А тут нужно опять-таки электричество. Еще одна ветротурбина на с вами пойдет. Поставим ее вот так вот. Дороги сразу проведем. Задание завершено. Хорошо. Еще одна собака. Смотри, идет, а. Прям тащится, прям тащится. К нашей кормушке. Да, надо ставить какое-то хотя бы оборонительное сооружение небольшое. А то они мне задолбают эти пингвины. Ой, тюлени вернее. Так, это у нас украшение. Это веселье, сообщество. Это охладители. Еда, лекарства, жилье. Так, подожди. Это с вами защита. Вот. Башня ледяного копья. Нам по-любому нужна башня ледяного. А, тут еще требуется энергия. Но у нас еда где находится? Здесь, правильно? На складе. Поэтому. Ставить будем здесь. И здесь потребуется, получается, еще энергия. О, пусть вот так вот стоит. Так, и дороги. Так, энергию построят. Новое задание. Как вы уже поняли, вашим пингвинам тоже нужен отдых. Взрослые пингвины и дети живут в разных домах. Когда шкала отдыха опускается до нуля, пингвин отправится домой для отдыха. У нас есть детский дом, но нужно с вами построить еще три домика. И опять-таки, произвести креветки. Не знаю, зачем уже креветки. Дома я хочу строить где-то вот здесь. Потому что для них по-любому требуется электроэнергия. Так. Охотника ставим. А, я еще не поставил, что ли? Да, подожди, еще не готово. Я думал, уже построили. Вот, все, есть такое дело. Назначаемся пингвином. Продуктивность его падает. Поэтому нам с вами нужно сейчас построить домики. Три домика, да, нам нужно? При этом нужно еще поставить электричество. Сначала тогда строим электричество, чтобы понимать область его, да? Ну, вот так, наверное, я поставлю, да? Да, должно захватить. Все, пусть пока строят. А мы сейчас назначим жильем. В первый дом. Ну, пусть, наверное, будет здесь второй дом. А здесь пусть будет третий дом. Так, и дорожки, конечно же. Куда же без дорожек наших великих? Ну, в принципе, мы от пингвинов, этих, от тюленей защитились. У нас есть башня. Сейчас будет его... Смотри, смотри, смотри. Опа-на. Минус половина здоровья. Минус вторая половина. Отлично. Тюлень был убит. И заработано одно золото. Хорошо. Хорошо. Строим пока еще домики. Так, это у нас что? Это сушеная рыба. Креветки, в принципе, есть. Материалы пока, в принципе, тоже есть. Лекарства и травы у нас пока хватает. Так, вот это тоже сейчас постоим. Вот так вот. Чтобы все было красиво, да, у нас? Два дома есть. А, нет, только пока один дом. Этот еще не достроенный. Да, еще пока строится. Окей. Два дома есть. В общем, здесь, получается, живут три пингвина. Осталось три бездомных. Ну, это, в принципе, вопрос быстрорешимый. Построили и все. Так, по профессиям что у нас? У нас еще два безработных. Отлично. Два безработных. Это мы сможем назначить. Так, интересно, как снести дорогу? Вот, убрать дорогу на В. Отлично. Еще один идет тюлень. Ты смотри. Они почему-то от стороны только нападают. Возможно, придется построить еще одну башню для защиты. На это потом посмотрим. Возможно, по-любому потребуется еще один домик. Так, бунгало. Можно заплатить с помощью исследования. Хорошо. Рыбная ферма, кальмарная ферма. Давайте смотреть, что у нас тут еще есть. По ресурсам. Хижный строитель у нас есть. Склад есть. Ох, нифига, у него 150 здоровья. Вот тут уже, конечно, скорее всего не успеет, да? Да, сожрал. Но я его убил. Я его убил. Сокровищница. Сейф, который можно хранить до полторы тысячи золота. У нас, в принципе, оно тоже есть одно здание такое. Дальше. По жилью все есть. Здесь тоже все есть. Наверное, надо будет учить научный центр, чтобы дальше нам... А, новое здание, кстати, появилось. Подожди. Новое задание. Давайте соточимся на науке. Научный центр генерирует очки науки, которые можно использовать для разблокировки новых зданий, технологий и улучшений. Научный центр и очки науки. Поехали. Ну, в принципе, я к нему и шел уже. Ему тоже нужно электричество, но мы его поставим своими вот здесь вот. Хорошо. Пусть дело строится. Электричество есть. И мы с вами будем вырабатывать очки науки. Самое опасное, это все-таки больше касатки, потому что они разрушают здания. Эти-то хоть иду, только воруют тюлени. Но вот, как видно, да, одной башни уже не хватает. Тем более, если в апреле придут кучи тюленей, группа целая, то одной башни у нас по-любому не хватит здесь. Нужна еще одна башня. И желательно ее ставить уже где-то вот в этой области, здесь и здесь. Ну, здесь, в принципе, не обязательно. Они атакуют вот либо с этой стороны, да, либо с этой стороны откуда-то приходят. Сотка, да, здоровье, в принципе, они не успевают дойти до склада, их уничтожают. А вот 150, если будет, то это уже, конечно, да. Это уже проблема. Так, очки копятся. Замечательно. Чтобы открыть меню исследований, сначала надо построить исторический центр. Так, он, как у нас уже построенный. А, это научный центр. А-а-а. Исторический центр генерирует очки исследований, которые требуются до того, чтобы добраться до других поселений новых земель. Ммм, это совсем другое. Хорошо, ладно. Будем иметь в виду. У нас уже февраль. И скоро будет новая группа тюленей на нас будет нападать. У нас с вами, по идее, остался еще один безработный. И, возможно, стоит поставить его на защиту. Ему все равно требуется энергия, да? А, вот они еще со стороны нападают, да, у нас? Завершено задание. Хорошо. Но здесь энергия есть. Так, у нас один бездомный появился. Бездомный это плохо. Так, дороги вот так вот сделаем. И еще один дом. То есть у нас, по идее, еще двое маленьких пингвинов влезет, да? И у нас нету жилья для одного. Но это мы сейчас исправим ситуацию. Так, пингвина назначаем. Все, у нас, по идее, еще один безработный есть. Надо будет, наверное, построить еще одну башню. Мне кажется, две не хватит. Возможно, где-то в этой области надо поставить еще одну башню. Так, новое задание. Здание, занимающееся производством снежных блоков. Завод снежных блоков. Завод снежных блоков построить. Сначала разблокировать, да? Потом построить. Ну, давайте. Завод снежных блоков. Вот он он. Здание занимающе производством снежных блоков. В радиусе действия генератора или активного охладителя. Хорошо. Разблокировали. Так, завод снежных блоков позволяет увеличить объем производства на плюс один. За 50. У меня только 4, да? Сборщик океанического мусора. Ну, пока этого нам не надо, поэтому делать не будем. Завод снежных блоков надо будет построить. 8 пластика, 8 камня, 2 металла. Окей. По-любому ему нужен генератор. Да, смотри, радиуса хватает. Отлично. Прям хорошо. Строим здесь. Так, берем дорожки. Травосборщик, карусель, горка новичков. Вот горка новичков, по-моему, позволяет, да, приводит в ваше поселение новых пингвинов, желающих к нам присоединиться. Это очень полезная вещь. Плюс у нас стоит еще с вами здесь спаривание. Разрешено. Тут можно, в принципе, запретить. И у нас будут появляться пингвины. Еда вроде как хватает. Я могу только на насчет одного, к сожалению, пока. У меня нет еще пингвинов. Тут приходится ждать. Так, давайте, наверное, так вот сразу проведем здесь дорогу, да? Так, смотри, впереди будет косатка. А вот чтобы косатку-то надо по-любому нам с вами строить новое здание башню. Так, ты хоть производишь? Да, производит отлично. Ну, одной, кстати, башне, когда я проходил обучение, не хватило, чтобы убить косатку. Вообще реально. То есть косатка взяла, уничтожила здание, и башни не хватило одной. Как минимум, получается, надо будет две, может быть, даже три башни, чтобы защищать здание, которое возле воды находится. Косатки очень мощные. Ну, производство уже идет. Награда, вон, деньги, снежные блоки. Наверное, что-то мы сможем потом новое какие-то здание строить, да, из блоков. Это же новый ресурс у нас, да. Снежный блок, вот мы теперь уже сами с вами производим. Ну, срок, в принципе, нормальный, хватает. Так, тюлень что-то сейчас поползет, да, у нас? Пошел тюлень. Уже март, и скоро уже попрут целая группа тюленей. Надеюсь, мы с вами сможем отбиться. За каждое убийство еще дают золото. Прекрасно. Здание завершено. Замечательно. Жалко, что нам не показывают, сколько мы потребляем. Меню защиты. 8 убитым. Есть статистика. Ну, кстати, уже осталось немножечко, у нас с вами сразу будет трое. Возможно, надо будет заготовить с вами еще один дом. По идее, да, они в области с электричеством. Да, на всякий случай, наверное, я построю еще один дом, потому что, возможно, сейчас будет взросление, а у нас не хватит места для всех. Все равно потом строить придется по-любому, как ни крути. Пусть заранее построят, чтобы у нас было побольше свободного места. Что-то у нас как-то пингвины не спариваются. Вот что мне не нравится. Так, новое задание. Башня ледяного копья атакует тюленя в радиусе действия, если у нее есть ледяные копья. Давайте построим башню ледяного копья. Так я уже построил. Нужно произвести 4 ледяных копья. Блин, а я же могу не произвести. Вот у него 2 есть. Он же запас не делает. А, я могу вот так вот сделать. Ну, по идее, тогда должно хватить. Отлично, задание завершено. Так, сделаем 15 запасов здесь. И 15 запасов здесь. Я думаю, этого должно хватить. По идее. Так, что мы можем открыть? Травосборщик. Но пока у нас никак не болеют. Я вот думаю, мы либо с вами накопим на вот это вот улучшение, чтобы 2 снежных блока делать. Правда, не знаю зачем, но лучше все-таки, наверное, накопить. Либо горка новичков. Кстати. Вот это, наверное, еще будет лучше всего. А хотя, мало ли, вдруг сейчас какое-нибудь задание будет связано с охладителем. Давайте будем ждать новое задание. Еды хватает на всех, да, надеюсь? Я, конечно, могу здесь... А, здесь надо разблокировать за очки науки. О, это круто. Вот, трое поврозаслевших. Это прям хорошо. Поэтому с вами можем сюда назначить еще одного. И у нас, по идее, еще два безработных. Плюс еще два места у нас есть. Прекрасно. Еще один тюлень бежит. Новое задание. Еще один способ увеличить популяцию пингвинов – построить горку новичков. Вот, про которую я говорил. Ты смотри, прям как в будущее смотрю, а? Горка новичков проявляет в вашем поселении новых пингвинов, желающих к вам присоединиться. Разблокировать, построить и креветки. Принять, принять. Разблокировать, разблокировать. Отлично. Так, надеюсь, тебе не нужно электричество, да? Электричество-то и не нужно, но атаковать будет у нас с вами косатка это дело все. Не хватает школ. Так у нас пока про школу вообще разговора не идет, поэтому пока копим. Так, дальше у нас с вами будет каток. Огороженный участок льда для катания на коньках. Каждый визит приносит два очка счастья. Когда шкала веселия пингвина пускается до нуля, он может посетить это место, когда будет поблизости, если там будут свободные места. Окей, каток-то-каток. Так, это с вами только для деревни. У нас еще потом впереди будет это город, провинция и король. То есть, представляете, сколько здесь построек. Это офигеть. То есть, все это можно вот на этой карте развивать, но главное иметь защиту. Так, построили. Отлично. И ждем новых поселенцев. О, кстати, у нас новорожденный появился пингвиненок. Прикольно. Так, креветки произвести это не проблема. Ждем новых пингвинов. У нас уже, кстати, заканчивается март, и скоро будет группа тюленей. Вот, горка новичков сработает только аж в июне месяце. Ага, хорошо. Хорошо, деревня. Интересно, как мне повысить до следующего? А, иметь полторы тысячи репутации. Угу, понятно. Чтобы новый статус получить, нужно полторы тысячи очков репутации. Так, так я вроде креветки произвожу по восемь штук, нет? Отлично, завершено. В принципе, здесь удобно, здесь есть мосты, да, можно будет сюда перемещаться тоже, здесь строить. Так, репутация поднялась. Прямо поднимается, это хорошо. Вот деньги заканчиваются, это плохо. Просто потом ежегодная выплата на содержание. Так, это подсказки. Угу. Посмотрим, что это даст. Если успеем, потому что скоро уже надо будет заканчивать серию. Я думаю, у вас уже сложилось впечатление об этой игре, поэтому вы напишите мне в комментариях, стоит ли проходить ее полноценно, и будете ли вы ее ждать в моем прохождении. И как только мне выдастся свободное окошечко, то я начну проходить эту игру. Пока надо добить то, что мы с вами так уже проходим. Вот тут еще не пошел тюлень, да, с этой стороны, получается, нападает, с этой нападает и отсюда нападает. Может быть, стоит построить еще одну башню? У нас, в принципе, два свободных тюленя есть. Ой, тюленя, говорю, и пингвина. Теперь соточимся на здоровье. Из-за повышения температуры окружающей среды пингвины могут заболеть, находясь вне помещения или вне зоны действия охладителя. Когда шкала здоровья опускается до нуля, пингвины заболевают и отправляются на поиски трав или лекарств. Блокирует травосборщик, построить и произвести. Так, ну, это можно, в принципе, сделать. Травосборщик открываем. И тут же его строим. Так, во-первых, ему нужно электричество, во-вторых, он тоже, опять-таки, на воде у нас, да? Блин, немножко не хватает. Надо было все-таки сюда поставить поближе, да? Да. Получается, просто строить нужно будет еще один... генератор. Ну, ладно, в принципе, не страшно. Да, давайте так сделаем. Дорогу сюда, дорогу сюда, дорогу сюда. Так, и еще один... генератор. Еще один ветртурбином. Так, на будущее, да, поставим сюда. Так, построили. И травы собрать, но сначала надо построить генератор. Так, у нас два пингвина есть, да, в домиках, места. Для двоих. Может быть, построить еще один с запасом, с таким, да, небольшим. В принципе, могу построить прямо здесь этот домик, не страшно. Да, давай построим здесь. У нас тут, в принципе, электричества очень много. Так, генератор есть, отлично. Добавляем одного пингвина. Все, сбор трав пошел. Так, имеем запас домиков для еще больше пингвинов. Просто неизвестно, сколько придет пингвинов с горы новичков. Так, у нас, кстати, апрель уже. Апрель, ждем группу. Вот пошла группа за 151. Пошел тюлень. Здоровье. Так, минус 100. Отлично. Так, сейчас у нас 19% всего лишь, да. Образование вообще ноль. 10% всего лишь, это вообще ни о чем. Школы нужны. Школы. Для этого зря. Так, травы собираются потихонечку. Отлично. Одну уже траву собрал. Вот построить еще одну башню, наверное, да. Можно, в принципе, построить. В принципе, влезет вот сюда, вот, да. Прекрасно, мне кажется, будет тут стоять. Будет прям такая оборона от этого склада. Отлично, завершено. Меня только смущает это касатки, вот, если честно. Ну, судя по тому, что здесь нет защиты от касаток, то, скорее всего, это у нас с вами будет вообще даже не здесь строиться. Возможно, будет в городе строиться. Ратушь, прибежище. Фонари всякие. Так, ну-ка зайдем сюда. Вот, ледяная пушка. 350. Можно разблокировать, но непонятно где она, да. Ледяная пушка. Храм, школа. Да, здесь, кстати, нету. Интересно, где же появится-то? Ну, ладно, будем ждать. Будем ждать. Так, назначаем пингвином. Сколько у нас? О, у нас нет безработных. О, как. Все, безработные закончились. Нам нужны пингвины. Так, ну, этот еще будет долго у нас тут расти. 747. 41 место. Ну, с кем-то мы еще тут, получается, соревнуемся, что ли? Король у нас это простой мотив. Надо идти к первому месту. Тоже вот траву, получается, по 8 добывает. Вот таскает он, к сожалению, да, их куда-то далеко прям. Может быть, нам с вами построить сегодня склад? Так, где у нас тут склад? Ты склад? Да, склад. Но он... Ага. Подожди. У нас здесь 15 пингвинов и медь. Это то есть еще с детьми. Здесь не хранятся травы, да? Трава хранится у нас с вами в аптеке. Да. Трава в аптеке. Я не вижу смысла строить аптеку, чтобы она была здесь. Раз у нас травы здесь, да, то можно будет ее, получается, как-то перенести. Вместимость-то понятна. Разговор о том, что шел, что можно переносить здание. Ну, что-то как-то я не вижу возможности. Пингвины используют передовые охладители для создания дополнительного льда вокруг. Охладители генерируют дополнительный лед в радиусе своего действия, обеспечивают энергией и другие здания. За исключением других охладителей. Пингвины не теряют здоровье, когда находятся в радиусе действия активного охладителя. Кроме того, охладители дают дополнительные очки счастья домам вокруг. Так, разблокировать и построить. Ну, поехали. Разблокировали. О, я могу поставить ее сюда. Смотри, прям счастье же будет здесь, да? У него, конечно, небольшая область. Да, давай так и сделаем. Неплохо будет стоять, смотреться здесь охладитель. Пусть строят. Группа тюленей приближается. Вот, кстати. Уже год кончается, а группа приближается только сейчас. Только сейчас. И скольких интересных тюленей будет стоять группа? У нас три башни. Надеюсь, этого хватит на защиту. Так, завершено строительство охладителя. Счастье растет. И еще один охладитель, да? Ох ты. Пять тюленей. Ох, ничего себе, ничего себе. Тут не пять, тут нифига сколько их. Ты только на это посмотри. Мы не готовы к такой группе тюленей. Это сто процентов. Интересно, они будут ломать или они будут идти за пищей? Ну, три башни, в принципе, есть. Отдавай их избавились. Самое главное избавиться от жирных. Жирных-то прям очень много. Очень долго. Задание завершено. Подожди пока со своим заданием. Тут нет тюленей, блин. Атака тюленей. Не, ну по-любому не успеем, да. Может быть их всех убьют, когда они обратно пойдут? Назад? Ну, кто-то сдохнет, кто-то нет. Двоим удалось уйти. Да, ты смотри. Получается, надо будет еще как минимум одну башню строить. Потому что не хватает. Так, я поставлю здесь еще один охладитель. Не хватает реально, ты смотри. Прям потратили прям хорошо. Давай сделаем запас 20 в каждой. Что-то 15, мне кажется, на маловато. Из-за таких группы тюленей. Пусть будет по 20 у нас копий. Так, новое задание. Давайте построим карусель, чтобы пингвины могли здорово проводить время. Когда шкала висели пингвинов пускай за нуля, он может посетить это место, когда будут поблизости, и если там будут свободные места. Каждый вид приносит дополнительные очки счастья. Так, разблокировать и построить. И снежный блок произвести. Класс. Так, карусель. Вот она карусель. Разблокировали. И построили. Тебе еще нужно электричество. Серьезно? Ну тогда давай поставим вот здесь вот. Так, счастье прям немножечко увеличиваем. Да, мы своем. Репутация уже почти тысяча. Еще одна группа тюленей впереди нас ожидает с вами, друзья. Но нам нужны пингвины. У нас пока их нету. А, здесь только дети посещают, что ли? Серьезно? Да, только дети, считай. Для взрослых пока ничего нету. Ну, ребята прям готовятся к атаке. Надо будет с этой стороны, получается, еще одну башню строить. Нам нужен сейчас хотя бы один пингвин. Завершено задание. У нас пока нету их. Так, это какие-то подсказки. Это все не то. Тысяча у нас уже есть. Репутация. Хорошо. Да, еще одна башня прям вот сюда вот прям напрашивается. Вот здесь напрашиваются башни. И тут еще получится одна башня 100% напрашивается, чтобы никто вообще не смог дойти до нашего склада с провизией. А вот с косатками, да, тут придется все-таки копить ресурсы на восстановление этих зданий. Потому что, скорее всего, косатка придет, здание разрушат полностью. И я надеюсь, она оплывет. Потому что мы пока не можем строить ледяные здания, которые уничтожают креветок, этих косаток. Поэтому тут только копить бабки на ресурсы. Так, построить что-то охладитель один, чтобы было счастье, что ли, у этих... Место есть. Всего у нас, в принципе, хватает. Давайте построим еще один, что бы нет. Новое задание. Продуктивность пингвина определяется средними показателями его счастья и образованности. Давайте построим школу для малышей, чтобы они могли начать обучение. Пингвины и дети обучаются в школе до тех пор, пока их уровень образованности не достигнет 50%. Затем они ищут старшую школу, чтобы продолжить обучение. Так, ну давайте разблокируем, значит, школа. 19. Не хватает одного очка, серьезно? Ну, тогда придется подкопить. Нужно 19. Ну, смотри, в школу по-любому потребуется работник. Я тогда, может быть, и уберу со строителей. Если никто не появится за это время. Так, есть очки науки. Открыли школу. И сразу же тут же ее построили. Ей еще требуется энергия. Ну, тут бы я, наверное, лучше бы домик построил. Да, давайте школу построим с этой стороны. Еще один тюлень готовится к нападению. Нет, сюда не нужен работник, серьезно. Хм, хорошо. Не нужен, так и не нужен. Опять-таки снежные блоки надо построить. Построим. О, а уже пора заканчивать серию, друзья. Уже пора заканчивать. Ладно, выполним это задание и все. Посмотрим, что у нас, по-моему, будет ждать в следующем задании. И будем на сегодня заканчивать. Пока пингвинов нет. Еще бы, конечно, один бы пригодился, чтобы можно было построить еще одну башню для защиты. С этой стороны. Прямо вот напрашивается, если честно. Прямо очень напрашивается. Так, а счастье? Ну, блин, счастье-то по обучению только чисто. Я вот думаю, по поводу все-таки аптеки. Я бы хотел ее перенести, но что-то как-то они не переносят ее. Хотя разговор был. Демонтировать. Демонтировать здание я не хочу. Давайте построим. Смогу ли я построить еще одну? Это склад. Сокровищница. Это не то. Вот здесь, наверное, да? Да. Вот это вот аптека. Можно поставить ее вот сюда, чтобы травы сюда, да? Приносились. Так, новое задание. В продуктовом киоске подают пищу для пингвинов. Рабочие, назначенные в продуктовый киоск, приносят лучшую еду из ближайшего хранилища еды. Если голодный пингвин находится в радиусе продуктового киоска, в котором есть пища, они обязательно его посетят и получат дополнительные очки счастья. В противном случае на поиски еды они отправятся в хранилище с едой. Давайте построим продуктовый киоск. Ну, принять. Разблокировать я пока его не могу, потому что требуется 17, у меня только 11. Сейчас построится на своем аптеке, и подумаем, стоит ли здесь ее сносить, эту аптеку. Потому что сейчас они ее построят, я ее назначу главной, и они будут сюда таскать, прям напрямую травы. А киоск? Ну, киоск не знаю, куда поставить. Может быть, сюда построим? Так, сделать аптеку главной. Отлично. Так, это я могу снести. Еще минус тюлень, хорошо. Так, образование потихонечку идет, да, у нас в гору. Да, 3%, 4%. Обучаются, конечно, очень медленно, да? Очень. Креветки произвели, продуктовый еще мы киоск не разблокировали, требуется 1 очко. Но у него, по-любому, есть свой радиус действия. И в основном пингвин у нас обитают все здесь, поэтому киоск, наверное, тоже лучше построить где-то здесь. Все зависит от того, какой у нас с вами он будет по размерам. А, ну, в принципе, небольшой. Как раз сюда неплохо влезает. Давайте. Так, построим и здесь дорогу. Отлично. Так, здесь тоже закроем. Здесь тоже закроем. Но тут уже требуется рабочий, потому что про это писалось. Поэтому, скорее всего, я его беру со строителей. Так, здание завершено. Да, требуется рабочий. Вот такой он с вами будет, киоск с едой. Давай тогда я строителей одного беру. И в киоск одного поставлю. О, зазывает, да? Зазывает поесть. Хорошо. Вот это мы с вами все дело построили. Репутацию пока еще полторы тысячи не заработали, но уже мы к этому идем. На сегодня мне все. Так что пишите за мнение в комментариях. Будете ли вы ее ждать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Зен, Рутуб. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Видимся в следующих играх, ну либо в следующем прохождении. Всем удачи, ребята. Всем пока.